Мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать, что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре. Культ просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь, теперь по средам, программа Культ просвет. И в рамках нашей дискуссии мы попытаемся проанализировать последние месяцы с точки зрения коллективной или культурной памяти, с той точки зрения, кто, каким образом и насколько качественно участвует в этой дискуссии, кто может быть исключен, по каким причинам, и как у нас будет возможность, может быть, в будущем найти общее культурное пространство, в котором мы сможем все-таки беспрепятственно подключать, присоединять или просто-напросто говорить другому о своем коллективном прошлом, о памяти, о травмах, о всем том, что связывает нас с прошлым латвийского общества, без которого, естественно, не будет и общего будущего. Таким образом, как всегда, вы являетесь неотъемлемой частью нашей дискуссии, ваши вопросы, ваши комментарии нам всегда важны, поэтому, пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира. Телефоны следующие. 67212939 и 67213939, а также звоните нам и оставляйте свои сообщения и размышления на номер в WhatsApp и SMS 2061-91. Сегодня в гостях у нас Игорь Губенко, философ и преподаватель-доцент Латвийского университета. Большое спасибо, что ты вновь нашел время к нам присоединиться. Мы встречались в этом году неоднократно здесь, в студии. Напомню только, что всю техническую сторону, очень сложную сторону нашего эфира обеспечивает мой коллега и звукорежиссер Евгений Копейн. Итак, Игорь, я думаю, мы могли бы попробовать вернуться в жаркий август этого года. Он был жарким не только с точки зрения, скажем, климатического и температур воздуха, но и накалились страсти политические, а также страсти, условно говоря, пометийные. Мы вновь вернулись в 40-е годы 20-го столетия, теперь уже в радикально другой политической атмосфере и в Европе, и тем более в России, которая ведет все эти 7 месяцев кровавую войну против независимого государства Украины. И в самом начале войны это государство активно использовало советское прошлое и нарратив о победе, нарратив о деноцификации и так далее. Все то, что, в принципе, сопровождало европейское общество в окончании Второй мировой войны и длилось многие годы и в Западной Европе, но, увы, не оставило следов восточной. В связи с этим я хотел тебя спросить, говоря о том, каким образом латвийская политическая элита приняла решение о сносе памятника советским солдатам, что в этом процессе тебе, допустим, если бы ты создавал рецензию этого процесса или делал как бы оценочные какие-то категории, создавал, что больше всего тебе в этом процессе не понравилось, чего не хватило, что ты там не нашел? Здравствуй, Денис. Очень рад снова быть в этой студии, на твоей передаче. Да, этот процесс мы все наблюдали достаточно внимательно. Ну, опять же, твой вопрос, он сразу как-то меня заставляет действительно искать и артикулировать негативные стороны этого процесса. Может быть, этот вопрос мне очень понравился. Может быть, действительно ты в восторге от того, что произошло, и можешь выразить здесь, используя это эфирное время, как раз наоборот, свои позитивные размышления на тему того, каким образом латвийское общество избавляется от советского прошлого? Мои размышления чаще всего амбивалентны, а именно, ну, то есть я пытаюсь разглядеть в любом процессе, в любом явлении, как позитивные, так и негативные стороны, и как-то критически аргументировать свою позицию. В данном случае, если мы, ну, следуя твоему приглашению, так сказать, все-таки концентрируемся на негативных сторонах, то, как это нередко бывает, я думаю, что, видишь ли, у меня не хватает инсайдерской информации, или точнее, она некоторая у меня есть, но я не готов ей публично делиться, потому что не могу ее проверить, но сам процесс принятия этого решения в элитах, он как бы от нас скрыт, и, соответственно, то, что мы как наблюдатели могли видеть, это некая временная точка в условном апреле этого года, когда вдруг стало ясно, скажем так, как будто изменились погодные условия, и в воздухе вдруг вот эта готовность демонтировать памятник, она возникла как какой-то неиспоримый такой факт. И очень интересно было видеть, как довольно резко сменилась позиция многих тех спикеров, которые ранее высказывались против, и причем против высказывались достаточно длительно и в достаточно острых терминах, что это что-то невообразимое, что это что-то совершенно нерациональное, несоразмерное и так далее. И в том числе сменили свою позицию также многие представители, ну, допустим, интеллигенции творческой, которые комментировали в этом же году, представители культуры, значит, этот памятник и перспективы его сноса тоже достаточно все-таки в осторожных терминах изначально, потом заняли вот эту позицию за демонтаж. Мне кажется, что с одной стороны такую резкую смену отношений, или точнее возникновение этого элитного консенсуса, назовем его элитным консенсусом, мы видели, что соцопросы показывали по стране, что такого абсолютного большинства, которое высказывалось бы за демонтаж, по крайней мере на тот момент весной его еще не было. 49 процентов, по-моему, поддерживали, и остальные там были как-то, ну, не до конца в этом уверены. Но именно элитный консенсус, надо понимать, что, конечно, вообще сама ситуация, сама дискуссия о сносе и последующий снос, они, по моему глубокому убеждению, стали возможными из-за войны кровавой, которую ты упомянул. Ну, и, соответственно, Украина нам подала пример в этом смысле. То есть надо, опять же, вспомнить, что с 24 февраля этого года мы все живем в новой реальности, очень такой неприятной реальности, но все-таки это факт. И, соответственно, какие-то действия, в том числе символические, которые ранее казались невозможными и неоправданными, они таковыми сделались. И вот под влиянием этих внешних обстоятельств во многом, я думаю, утвердился, да, утвердился этот консенсус, который, то, вот если мы подступаем к тому, что мне больше всего, ну, не скажем, не понравилось то, что меня насторожило и заставило немножко волноваться о каких-то наших, скажем так, о перспективах нашей способности коммуницировать и разговаривать на таком широком, публичном, общественном уровне, это то, насколько нетолерантны стали, значит, сторонники демонтажа по отношению к тем, кто еще, даже, например, летом и, собственно, на момент демонтажа высказывался, ну, против, в той или иной форме, да, и, например, кульминацией этого отношения к инакомыслящим я бы назвал, собственно, 25-е, да, августа, это день падения обелиска, когда тоже велась прямая трансляция с интервью с участием очень многих спикеров, в том числе представителей интеллигенции, и там тоже неоднократно звучала вот эта мысль, что фактически все те, кто не поддерживает это действие, да, они, по сути, являются нелояльными Латвии. Конечно, вот такое, да, такое убеждение, особенно, когда его высказывают, ну, люди, которые, голос у которых прислушиваются в стране, мне кажется очень проблематичным. И что касается отсутствия дискуссий, я думаю, дискуссии велись на стадии разработки этого решения или обсуждения, да, достаточно, они велись достаточно интенсивно, в этом смысле мы не можем сетовать на то, что наше медиапространство было бы каким-то, да, недостаточно открытым к дискуссиям, я тоже в них участвовал, ты в них участвовал, но то, что мне показалось наиболее слабым моментом такой вот публичной коммуникации этого, не то чтобы решения даже, а именно в контексте непосредственно демонтажа, некая официальная позиция, объясняющая это действие для тех жителей Латвии, которым этот памятник был значим и дорог. То есть, условно говоря, если мы не считаем появление мэра города в некоторых медиа, на Болткоме, по-моему, тоже в том числе, но наибольший резонанс был у интервью, которое он дал Дождю, Екатерине Катрикадзе, и там на русском языке, что немаловажно в этом случае объяснил позицию, официальную позицию и мотивировку этого сноса, за исключением этого, я, например, не услышал от нашей политической элиты какого-то развернутого дискурса, который был бы адресован, собственно, тем людям, кому этот памятник был значим, которые год от года туда приходили, и которые, возможно, действительно, к сожалению, в своем отношении к событиям Украины, к этой войне, не настолько однозначны, как мы бы этого хотели. А именно, они, например, не готовы поддержать ни одну, ни другую сторону, либо, что совсем грустно, меньшинство этих людей, они, допустим, солидаризируются тем или иным образом с агрессором, то есть с Россией. Но этот факт, мне кажется, наоборот, заставляет еще более внимательными быть по отношению к этой части населения и не оставлять без комментария, разъяснения, без определения вообще этого события, что это такое, почему оно происходит. И, к сожалению, мне кажется, что во многом они были забыты, да, оставлены, так сказать, ну, просто оставлены в неком вакууме, в котором интерпретацию этого события могли им предлагать те спикеры, которые были наиболее мотивированы. Мы можем представить, кто это такие были. Это были люди, которые хотели свой политический капитал максимально наращивать, ну, в том числе, значит, критикуя вот это решение и этот снос. Множество очень интересных понятий ты упомянул сегодня, говоря о скрытом принятии решений и, может быть, даже о некоторой форме радикализации как раз после 24 февраля. Но я хотел бы таким образом, может быть, задать тебе вопрос, который будет связан с последней твоей репликой о том, что люди оставлены каким-то образом без присмотра, да, беспризорные такие. Ведь на самом деле на войне, как и на любом другом событии и, может быть, даже каком-то культурном организме, можно паразитировать. Паразитируют не только какие-то микроорганизмы, там, мох и так далее, но паразитируют еще и политики, да, то есть паразитируют дискурсы, нарастают какие-то новые нарративы, которые можно потом превратить в политический или культурный капитал, я не знаю, там, в голоса избирателей, в приход к власти и так далее, и так далее. Скажи, пожалуйста, наблюдаешь ли ты подобные моменты, начиная с 24 февраля? Есть ли какие-то сигналы, которые могут говорить о том, что война — это как бы нежестоко звучало это слово, но она выгодна определенной части политиков и в Латвии, и в Европе? Если да, то какие сценарии возможного паразитирования ты бы мог, может быть, упомянуть, если такие по твоему мнению существуют или потенциально могли бы существовать? Опять же, я не знаю, готов ли я говорить в терминах паразитирования на войне, но мне кажется, это нормально или прагматически, ну, как-то понятно и ожидаемо, что политики используют те возможности, которые реальность им предоставляет. Ну, в этом смысле, да, это звучит цинично, но война — это тоже некая возможность. И, ну, я думаю, что если мы эпопею с памятником действительно вписываем в контекст войны, и мне кажется, это обоснованно, потому что я не вижу, как этот памятник мог бы быть снесен, если бы войны не было, да, то в этом случае, безусловно, памятник стал очень значимым, символическим таким элементом, в том числе, ну, если конкретно говорить, предвыборной кампанией, я думаю, многих политических сил, если не всех, тем или иным образом, да, то есть понятно, что памятник действительно, хотя я не согласен с точкой зрения, что памятник являлся такой своего рода занозой, да, в теле нашего общества, которая нас разделяла, и вот сейчас она выдернута, да, это нагноение устранилось, зажило, используя метафоры, которые тоже звучали от политиков, и теперь мы заживем дружно и радостно. Я не согласен с таким взглядом на вещи, но надо признать, что, безусловно, памятник разделял нас таки, и понятно, что так, если он разделяет общество, то к нему могут апеллировать по-разному, диаметрально противоположные силы, они это делали, да. Если мы говорим о других каких-то моментах, ну, опять же, есть ли у меня основания упоминать здесь облагатайсмилтарайсденост, честно говоря, сейчас... Обзятельная служба. Военная, да, то есть, ну, было бы, мне кажется, это спекулятивно сейчас обвинять политиков в том, что вот эта тема была тоже поднята только в целях получения каких-то, значит, политического капитала, наращивания. Само собой, что нет, к тому же, учитывая отношения, не весьма однозначные в обществе к этой теме, но, возможно, на каком-то этапе, и к тому же эта тема объективно обоснована, очень важно в условиях войны, которая по соседству происходит действительно со всей серьезностью понимать, какие обязательства, риски, да, этой войны накладывают на каждого из нас. Да, просто мы привыкли жить в мирном мире, да, и поэтому, возможно, воспринимаем нередко с такой, ну, какой-то аллергией любые, значит, ну, дискурсы о том, что, например, защищать свое государство от агрессора это гражданский долг и так далее. Да, но здесь я позволю все-таки не согласиться. Дело в том, что у меня есть ощущение, что мы все еще оперируем понятиями и категориями 19-го столетия. Вот послали на... По сути дела, это то, чем сейчас занимается Путин. Его война, это война во многом 19-го столетия, или начало 20-го века, да. Это война, где он собирается забросать, скажем, армии врага телами своих собственных солдат. Они не подготовлены, они не будут подготовлены еще годами. Современная война, она высокотехнологична. Это война специалистов. И это не война, рот, который марширует по полям. Так что мне кажется, что не являемся ли мы слишком близкими по духу как раз вот к этому определению и войны, и конфликта, и долга гражданина. То есть идея пабрика о всеобщей, скажем, военной обязанности, я считаю, это 19-е столетие. Это такое, это войны Бисмарка, там, франко-прусская война. То есть как посылать эшелоны куда-то. Вместо того, чтобы, собственно говоря, создавать условия, когда НАТО, это высококачественное и, скажем, технологически очень сложный процесс, который может, по сути дела, помочь предотвратить войну еще несколько шагов до того, как потом кого-то посылать. Так что я в этом смысле вижу некоторый анахронизм в Восточной Европе, который в основном работает именно ценой жизни отдельного человека. Да, есть разные категории. Путин – это абсолютная радикальная версия. Но и в наших широтах довольно много вот этого такого старорежимного восприятия. Или я не прав? Ну, в любом случае, если здесь наблюдается некоторый анахронизм, то все-таки он достаточно укоренен еще на правовом уровне. Начнем с того. И как быть с этим в условиях, когда война происходит по соседству, мне очень сложно ответить. Потому что, конечно же, мне не хотелось бы, чтобы, например, милитаризация общества, если так абстрактно говорить, в любом форуме. Я думаю, что в ялотекущем формате да. У нее есть положительные стороны. То есть то, что, например, молодые люди в том числе, которые живут, я не знаю, в соцсетях, в каких-то своих развлекательных пространствах, для которых жизнь – это что-то веселое, они тоже вынуждены задуматься о такой перспективе. Я думаю, у этого есть какие-то свои позитивные моменты. Но в целом, конечно, мне глубоко неприятно осознавать, что, например, военная техника, которую я тоже видел на различных мероприятиях, демонстрационных у нас в Латвии, она стала символом чего-то, как сказать, положительного. И как раз всегда у меня долгие годы, вот это присутствие военной техники и какое-то, не знаю, облачение детей в военную форму, у меня это все ассоциировалось как раз с этим путинским таким победобесием, от которого всегда хотелось максимально закрыться. И сейчас мы видим, что в некоторой форме действительно вот этот культ, ну так сказать, обороны, ну да, он возобладал по понятным причинам, но, опять же, по-другому этого быть не могло. И учитывая, что все-таки у нас, я бы сказал, это все происходит на демократической основе, ну просто, что называется, остается наблюдать и, ну как-то, если мы не согласны с этим курсом, то, используя методы и средства, которые демократическое общество нам предоставляет, об этом говорить. Пока тебя не объявят нелояльным. Ну, опять же, смотря кто. Да, это верно, это вопрос того, насколько у этого человека или у партии есть власть определить какие-то юридические нормы твоей нелояльности, тем самым создать какие-то последствия для тебя конкретно. Ты упомянул сейчас фразу по поводу монетаризации общества и сказал, что иначе не могло быть. Возвращаясь к памятнику, могло ли быть иначе? Были какие-то другие сценарии, которые ты бы поддержал, может быть? Да, кстати, ты поддерживал, теперь к стенке тебя, да, как бы тебя приперли. Ты поддерживал снос памятника или же у тебя были другие альтернативы, какие-то другие версии? Я неоднократно высказывался на протяжении всего процесса, приведшего к сносу, что я не поддерживаю его. Как раз в апреле я был на телепередаче «Коснутая к Латвии», где была посвящена 9 мая и памятник, собственно, этой передачи. И там я тоже высказался за некий вариант переформатирования, видоизменения этого памятника. Когда я понял, что речь идет о сносе, и причем потом стало ясно, что этот снос подразумевает полное уничтожение, переработку, я не знаю, всех элементов, то есть от памятника ничего не останется. Ну, мне, опять же, это кажется тоже сомнительным таким решением. С другой стороны, я могу понять, что, учитывая риски, что где бы эти элементы не располагались, если бы они где-то были, я не знаю, за чертой города или где-то спрятаны, неважно что, они могли бы стать потенциальным таким, да, так сказать, точкой паломничества тех, кто, собственно, кому этот памятник дорог. С этой точки зрения я могу понять, но моя версия была, что нужно что-то поменять, нужно как-то, какую-то рамку другую предложить этому памятнику и максимально, может быть, его очистить по возможности действительно от, скажем так, от того смысла, который в нем видит большинство латвийского общества, а именно это смысл оправдания, собственно, оккупации и такая гларификация вот этой победы, которая, да, которая Латвии принесла, ну, конечно, жителям Латвии принесла страдания. И, ну, как-то, мне казалось на тот момент, что возможно, возможно такое компромиссное решение. Но что уж теперь это произошло, я говоря о реакции и о дискуссиях и об их отсутствии, я довольно с такой осторожностью отношусь к факту, что русскоязычное сообщество молчаливо восприняло, по большому счету, этот демонтаж. С одной стороны, очень хорошо, что не произошло никаких выплесков эмоциональных и, ну, так сказать, коллективного выплеска вот этого своего неприятия, этого жеста, потому что я уверен, что многие люди все-таки, они травмированы этим, но их травма, она осталась при них. И, с одной стороны, это хорошо, то есть мы избежали какого-то насилия, каких-то обострений в обществе, с другой стороны, мы не знаем, как дальше эти эмоции, этот рессентимент, как он может дальше модифицироваться и как он может в какой-то, опять же, неожиданный для нас момент проявиться. А каковы были бы сценарии подобного проявления? Считаешь ли ты, что будет некоторая взаимосвязь между этими тайными эмоциями, эмоциями, которые не стали публичными, и, например, предстоящими выборами в парламент, потому что, анализируя предвыборные кампании, я обнаружил, по крайней мере, одну партию, которая на фоне всех остальных, которые играют в некоторые такие перегонки, кто быстрее попытается освободиться от советского прошлого, в какой-то программе написано, допустим, избавиться, в другой программе написано быстро избавиться и так далее, то есть в всевозможной степени. Одна партия, Русский Союз, предполагает как раз, наоборот, полностью приостановить уничтожение или снос подобных памятников советского прошлого. Может быть, некоторая взаимосвязь между этими эмоциями и тем, что они потом тайно выплеснутся, например, в процессе голосования у избирательных урн. Видишь ли ты подобный риск? Вот точно не хотелось бы гадать на кофейной гуще... Нет, это не гадание, это скорее некоторая попытка моделирования возможных сценариев, куда-то эта энергия должна уйти. Одна возможность, то, что мы уже видим многие годы после референдума это некоторое отстранение от политического пространства как такового, то есть выход из него, и мы уходим как бы в некоторое частное, личное, предпринимательское или какое-то другое существование. Это очень опасно для демократии. Другой вариант может быть как раз некоторое выражение своего протеста на уровне голосования. Поэтому я спрашиваю, есть ли такая возможность, существует ли, по твоему мнению, такой риск? Я скажу так, если эти негативные эмоции перерабатываются или как-то манифестируются в рамках легального, легитимного, демократического электорального процесса, прекрасно. Что еще можно хотеть, чтобы люди, руководствуясь своими эмоциями, и это нормально, эмоции тоже играют роль в политическом процессе, они приходят и голосуют за ту политическую силу, которая наиболее, так сказать, созвучна, чье предложение наиболее созвучно с их эмоциональным, в том числе, запросом. Пусть так будет, я не вижу в этом каких-то чрезмерных рисков. Я, честно говоря, на самом деле, опять же, вот, может быть, не хочу этого делать, но если мне нужно какой-то сформулировать прогноз на конец грядущей недели, когда состоятся выборы, я бы сказал, что, по-моему, никакого опрокидывания текущей ситуации не ожидается, то есть, в принципе, ну, примерно то же самое, наверное, и будет дальше. и это меня заставляет, в принципе, положительно относиться, если так и будет, к нашему обществу, как к такому здравому и к достаточно критичному, потому что угроза, ну, таких правых популистов, как мы знаем, она во всей Европе сейчас очень актуальна, Италия, Швеция, и я не вижу такого сценария, чтобы эти наши выборы тоже привели очень большое количество таких сил, а их немало у нас, в принципе, из всех участвующих в забеге, чтобы они привели в большом количестве парламент. Те, кто участвует в этом забеге, в принципе, в большей своей части вообще не использовали такие темы, как интеграция общества, скажем, некоторое социальное единение, права национальных меньшинств, представительство национальных меньшинств, допустим, в институциях, самоуправлении или государственной службы. В то же время в рамках европейской культуры принятие национальных меньшинств, то, что мы называем участие, допустим, во власти, некий такой sharing, и, скажем, принятие прав, вот этот recognition, эти два основных понятия полностью исчезли из предвыборной кампании латвийских партий. И, в принципе, когда мы говорим о памяти, то память тоже есть некоторая форма и участия, и признания памяти другого. Ты упомянул слово паломничество, теперь нету этого ни места, ни предмета. Как тебе кажется, чем объяснить подобное исчезновение темы из политической агенды? Потому что, в принципе, это нездоровый признак демократии, где национальные меньшинства становятся, в принципе, анонимным и безликим фоном. Как ты думаешь, каковы эти причины, почему даже, например, согласие, не упомянуло слово нацименьшинство вообще? Да, у них есть на плакатах пару каких-то фраз, но в предвыборной программе этого понятия нет. Как бы ты объяснил вот это некоторое отторжение, это, скажем, неверие в то, что это может принести политические дивиденды, или это даже равнодушие до такой степени, что и так называемые даже русские партии потеряли надежду и веру в то, что они могут с этой идеей пройти в парламент. В чем дело? Я не знаю, готов ли я принять твой тезис, что эта тема полностью исчезла. Просто я детально проштудировал как раз эту тему, и у меня есть довольно панорамное представление об этом, и за исключением довольно странных визий того же Русского Союза о предоставлении всем автоматическим гражданством, что является в Латвии утопическими процессами, он нереален. все остальные партии, ну, условно говоря, фраза, может быть, о какой-то социальной политике, но именно само понятие нацменьшинства, я бы сказал, может быть, даже несколько осмелюсь сказать, что оно исчезло из предвыборных текстов. Ну, опять же, а понятие единения или того же согласия, которое, мне кажется, согласием используется в том числе и как, собственно, ну, как вот это метафора какого-то желаемого общества, я бы не сказал. И мне кажется, что идею о, скажем так, противостоянии вот этому расколу, да, которая в нашем обществе существует по этнолингвистическому принципу уже действительно долгое время, в том или ином виде, очень разные представители политического спектра, они, ну, как-то высказываются. Другое дело, действительно, насколько конкретны они в своих заявлениях. И в каких категориях? Прости, что прерву. Да, мы видим это даже в выступлениях нашего президента, который, ну, в силу своих возможностей пытается это сформулировать, но вопрос, а что подразумевается под единением? Подразумевается ли некоторое обезличенное вступление в латышскую общину без сохранения, скажем, инаковости? Или же это некоторое, скажем, принятие этого разнообразия и тогда нахождение какого-то нового консенсуса, который, может быть, стоит над этнической нацией? Вот здесь, мне кажется, очень большая разница именно в качестве подобного социального единения. То есть, что это под собой подразумевает? Мне кажется, если мы исключаем сейчас из разговора русский союз, который, безусловно, борется за права русскоязычных и русских, как они формулируют, то, мне кажется, здесь в принципе, такое одно условие, неотъемлемое этого единения является использование латышского языка. То есть, латышский язык как как раз та платформа, если так можно высказать, на которой можно строить некое единое общество или политическую нацию, как об этом тоже говорят. Соответственно, если вот это требование основное исполнено, то, мне кажется, перспективы построения такого более или менее единого общества, они и существуют у нас, и они признаются достаточно большинством, мне кажется, политических сил. То есть, мне кажется, вопрос языка, который для нас был краеугольным и остается все эти годы после возобновления независимости, он здесь также является таким главным критерием, и это на самом деле не так уж плохо, я считаю, потому что язык, как мы знаем, можно освоить независимо от того, какой твой родной язык и где ты родился, если ты готов участвовать на вот этом, скажем так, на основе единого государственного языка в латвийском обществе, ты это можешь себе позволить, да, и то же самое утверждают, например, те многочисленные журналисты, да, оппозиционные в контексте России, которые в последние месяцы в Латвию прибыли, ну, по-моему, все из них утверждают, что они собираются учить язык, и я тоже знаю, дружу с немалым количеством таких эмигрантов из России, из Белоруссии, которые перебрались сюда уже значительно раньше, и тоже учат язык, рассматривают перспективы натурализации и так далее, и вот их примеры позитивные как раз меня заставляют, ну, по крайней мере, мечтать о том, что в будущем такое более или менее единое общество возможно. Проблема возникает тогда, когда критерием участия, легитимного участия вот в этом обществе становится, например, этническая составляющая, что вообще очень сомнительно, да, если в 21 веке кто-то этническое происхождение выдвигает как критерий легитимного участия в общественном, политическом или каком бы то ни было процессе, ну, извините, мне кажется, это очень-очень-очень сомнительно, да, и это тоже пахнет 20 веком в худших его проявлениях. И также, ну, мне кажется, происхождение географическое человека здесь тоже малорелевантно. С другой стороны, конечно, нужно учитывать, и мне кажется, русскоязычным, как-то местным латвийским не всегда органично удается самим себе напомнить, что действительно советский вот этот период в Латвии, это был период оккупации, оккупации, аннексии, там можно по-разному это формулировать, но факт в том, что многие люди, которые в Латвии раньше не жили, они здесь появились именно в этот период, и частично, например, мои предки, половина моей семьи, или даже, наверное, надо сказать, три четверти, если так считать по дедушкам, бабушкам, да, они возникли в Латвии и, собственно, в период оккупации, да, и это тоже фактор, который нельзя забывать и игнорировать, но я надеюсь, что большинство нашего общества, оно готово строить некое общее будущее, в том числе с потомками тех людей, которые возникли на этой территории и обосновались и укоренились именно в советский период, да, и что главным критерием является, опять же, не происхождение, не родной язык, на котором этот человек говорит, а готовность разделять общие ценности, которые, я свято верю, для Латвии, это, значит, западные демократические ценности, и также, да, поучить латышский язык и, соответственно, включаться вот в этот процесс, в то же время сохраняя свое право на то, чтобы на своем родном языке, допустим, на русском, как в частной сфере разговаривать, так и, ну, например, пользоваться медиа, которые вещают на русском языке, это все очень важно, и в этом смысле тоже для меня тревожными сигналами являются инициативы ограничения языка, да, они создают дополнительный дискомфорт, тревогу многим русскоязычным, независимо от их политических убеждений, и, мне кажется, это очень неправильное направление мысли, да, и политической активности, нужно не ограничивать, мне кажется, русский язык, у которого все равно в Латвии нету, ну, какого-то большого будущего, да, в демократической независимой Латвии, это понятно, он не угрожает Латвии, а нужно мотивировать людей, действительно, учить латышский, не надеясь, что они забудут свой родной язык. В том-то и дело, что если язык является краеугольным камнем интеграции и готовности включиться в латвийское общество, тогда мы можем задать очень важный вопрос, а что на этом освоенном языке национальные меньшинства могут услышать от политической элиты, до сих пор они слышат в основном, скажем, исключающие дискурсы, нарративы негативного другого, назовем это так, нарративы наследников тоталитарной культуры и так далее, а что по твоему мнению на латышском языке, который люди смогут освоить, они должны были бы услышать, чтобы в какой-то степени их можно было поддержать в этом желании участия, то есть к чему должны быть готовы политические элиты? Я считаю, что если уже мы говорим, причем на самом высоком уровне, казалось бы, в государстве, о, например, политической нации, как некой такой цели позитивной, к которой мы движемся, то действительно важно какой-то некий общественный договор сформулировать именно относительно тех групп, которые часто действительно исключаются на уровне дискурса, по крайней мере, и которые представляются вот этим чужим или другим, как ты это формулируешь. мне кажется, что нам нужно как общество созреть для того, чтобы, например, какие-то символические условия этого участия были названы. Словно говоря, вы учите латышский язык, разделяете демократические ценности, которые прописаны в нашей сатверсме и так далее, а что мы со своей стороны, что мы. То есть процесс включения это не одностороннее дорожное движение, это все-таки всегда выход навстречу. Будем надеяться, что когда-нибудь мы станем свидетелями того, что это действительно будет и компромисс, и общественный договор, и обоюдное желание включать и включаться. Большое спасибо за то, что ты сегодня нашел время для беседы. Напомню, уважаемые радиослушатели, сегодня в гостях у нас был Игорь Губенко, философ и доцент Латвийского университета. Мне остается только напомнить, что наша дискуссия проходила в рамках проекта Института Гёте, разные воспоминания, общее будущее, и эта беседа проводится как часть цикла мероприятий, которые финансируются Федеративной Республикой Германия из дополнительных средств бюджета 2022 года для уменьшения последствий агрессивной войны России в Украине. Спасибо вам за то, что внимательно нас слушали, спасибо коллеге Евгению Копейну за обеспечение технической стороны эфира. Через две недели мы встретимся с вами в формате Зума с поэтом и дизайнером Даниилом Берковским, который несколько недель назад покинул Россию, живет теперь в Стамбуле и был автором инициатором маяковских чтений, символа свободы и поэзии в нынешней России. Мы поговорим о том, как эти процессы и проекты контролировались, уничтожались, преследовались и почему он был вынужден покинуть Россию. Я думаю, это будет интересный взгляд, скажем, на разрушение поэтического и свободного пространства в современной России. Спасибо за внимание и встретимся через две недели. До свидания. Спасибо.